Всем привет! Меня зовут Ростислав Лушин, и недавно я вернулся из одиночества велопутешествия по таким скандинавским странам, как Финляндия, Швеция и Норвегия. Подробно рассказывать о своем трипе я, конечно же, не буду, потому что пишу об этом отдельный лунгрид, который вы, возможно, когда-нибудь сможете прочитать. Но сейчас я бы хотел поговорить конкретно об одной вещи. Штука в том, что запланировал я эту поездку еще полтора-два года назад, и буквально каждый день мечтал о том, как же все это будет происходить. Но, приехав туда, я столкнулся с определенными трудностями, понятное дело. В принципе, ради трудностей я туда ехал, потому что для меня это было своего рода проверка на прочность, обряд инициации, называйте это как хотите, особого значения это, в принципе, не имеет. Но, когда ты попадаешь в такие критические ситуации, то оказывается, что все обстоит совсем не так, как ты себе представлял до этого. Я знал, что будет очень тяжело, но одно дело представлять себе это, а совсем другое столкнуться с этим лицом к лицу. Мне приходилось ехать по очень затяжным подъемам, мокнуть под дождем, пытаться найти ночлег поздно вечером в абсолютно незнакомом городе, и так далее, и тому подобное. И иногда, во время поездки, я жалел, что вообще отправился в такое путешествие, потому что было тяжело не только в физическом плане, но и в психологическом. Потому что порой брало такое отчаяние, что хотелось зайти в ближайшее озеро и просто-напросто утопиться. Одиночество и осознание того, что кроме тебя, самого тебе никто не поможет, это штуки достаточно забавные, знаете ли. Но адекватно оценить свое путешествие я смог только по возвращению и спустя, наверное, некоторое время. В принципе, я уже давно просил эту фишку, и поэтому в поездках стараюсь подмечать какие-то мелочи, наслаждаться моментом по возможности, потому что знаю, что все плохое, по сути, забудется. Ты будешь вспоминать, как тебе было тяжело, но непосредственно того кринжа, который ты испытывал во время преодоления этих трудностей, ты уже испытывать, конечно же, не будешь. Останется только все самое хорошее, самое яркое и самое приятное. Ну, во всяком случае, у меня это так и работает. И, собственно, что я хочу всем этим сказать? Не бойтесь трудностей, наверное, таков вывод. Потому что, когда ты решаешь какие-то определенные проблемы, то награда за их решение, удовольствие от преодоления этих самых проблем, оно гораздо больше и сильнее, чем тот дискомфорт, скажем так, который ты испытывал во время их решения. И смысл жизни, как по мне, состоит в том, чтобы наполнить ее как можно более яркими воспоминаниями. В конце концов, трудностей и проблем, с которыми вы не можете справиться, не так уж и много на самом деле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok